Послание апостола Павла к римлянам, 3-й глава 9-й стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, разограждается в стягкие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Чтобы Писание знать, понимать, из сведера, надо входить в ту обстановку. Кто сказал когда, кому, с какой целью. Если бы апостол Павел это писал к евреям, тут понятно, ссылка на закон, евреи знают. Матфей пишет Евангелие от Матфея евреям, поэтому много ссылок. И вдруг Павел пишет и название к римлянам. Это рим неязычный центр распутства, насилия, угнетения. Люди, которые впитали в себя все заблуждения мира. Там был экуменизм в расцвете. Пятьсот разных религий совмещались, и все жили дружно. Лишь бы только в свое время, день императора, приносили жертву. Одинаково, чтобы было. А потом поклоняются своим богам, как читаем в 4 книге Царств 17-й главе. Они чтили Бога, и чтили своих божеств. А в другом месте написано, каждый делал то, что казалось ему справедивым. И вдруг Павел обращается к этой римской церкви и говорит, мы знаем. Говорит о законе. Значит, они знали закон? Хотя и евреи там и были в этой общине, между ними уже спор, что во главенции. Но главное, там были все-таки язычники. Откуда они закон знали? Ведь если сейчас в каждой церкви право гласить, как некоторые уходят в священники, ну, братья и сестры, вы как знаете, через 5 минут, братья и сестры, вы знаете? Ни братья, ни сестры не знаете. Кроме того, братья и сестры, такого обращения нет вообще в церкви. А есть только братья. Даже патриарх этого не знает. Все епископы одинаково обращаются. Братья и сестры. Во всей Библии нет такого обращения. В 12 домах Златоуста нет этого. Сестрам обращаться нельзя. Потому что жены церкви молчат. Вот тут смотреть не надо ничего. И у баптистов, у всех братья и сестры, братья и сестры. Мы, говорит, знаем закон. А чтобы его знать, его надо иметь. В него надо ежедневно вникать. Вот человек, который работает юристом, он все время должен повышать свои знания. Потому что издают новые законы. А ему приходится сражаться не по совести, а по закону. Он говорит, я знаю закон, если не знает, его другой юрист, адвокат, заберет. Но он и делает, а тому возродить нечего было. Почему считается хороший адвокат не потому, что он очень совестливый, правильно все делает, но он правильно знает по закону. Закону государственному. А он, этот государственный закон, иногда совершенно не сходится с божественным законом. И Павел говорит, знаете закон. Мы все его знаем. И когда знаем этот закон, что из него находим? Что все мы преступники. И судить им некого. Вот считая закон Божий, мы должны знать, в какой цели он написан. Вообще Библия, для чего она написана? Евангелие Теана написано. Сие написано. Да бы мы ему уверовали, что Иисус Христос, Сын Божий, вера имеет жизнь в моим имя Его. А для чего написана? Вся Библия для того, чтобы уверовали во Христа. А смысл этой веры какой? Чтобы вернулись в первоисходное состояние, и попали в Царство Небесное, и были со Христом, и жили в вечности со Святой Троицей. Все. Вот цель написания одна только. А для того, чтобы и защелялись. Называется схоластическое учение. У католиков это было. Собирались богословы с разных стран и долго рассуждали. На конце иглы сколько же бесов поместится? И наконец узнали 3851. А уже если 52-й, то тот бес упадет, не захватит. Чем занимались? Определяли. 150 рыбы не вытащил Петр. Написано после воскресенья. Что означает 100? Это отдельно. Там 100 вариантов. 150 означает, и что 3. Ну а 3 это по Троице. А самое главное, закона Божьего народа нет, и никто этого как будто не видел. Совершенно как слепые были люди. Если мы имеем закон, то закон, это речь идет о Моисееве законе. Он говорил об одном, что люди грешные. Люди пропали. Люди разложили. Сгнили. Ничего нету. Они превратились в грязь. Земля. Так что заграждается всякий уста. А почему они заграждаются? Чтобы не говорил кто-то. Я в хорошей семье воспитывался. У нас культурное воспитание. Нас родители так воспитывали. Никогда не наказывали. А уста начинаешь открывать Слово Божие. И заграждается уста. Написано, чаще его наказывай. Не возмущайся критом. Ребятишки, они здорово кричат, когда доказываешь. Они не любят. Думают, криком отобьется. Дабы впоследствии утешать. На дочери поставь крепкую стражу. Чтобы она, улучшив послабление, не злоупотребила собой. И не сделала тебя позорищем. Уста-то заграждается законом. Почему? Не будешь лишнее говорить. Но закон имел назначение то, показав, что весь грешник давал такую слабую надежду. Там, далеко, не видно, и чуть-чуть где-то в тумане блещет звездочка. И она придет. И веклеем она появится. И эта звезда разгорится, великое солнце любви. И это солнце люди постараются погасить на вершине Голгофского креста. Весь закон ввел ко Христу, а все человечество двигалось напротив. Ведь сколько было изобретений. Написано, какой-то человек был кавач орудий. Там, недалеко от Адама. А этот кто-то делал. И куда эти орудия употребили? Сделать молот. Выгладь гвозди. Сделать копье. Ударить Христа. Убить. Как будто все человечество было направлено к этому. Вот подумайте, мы когда едим, какая пища определяем. Дожарено, солено, кислое. Все. И вдруг, еще вот не прополоскал, говорит слова и слова, и по голосу, тембру каждого свой. А запоют еще там. Ведь это чудо какое? Орган внутри, в горле. И там все время пища горящая, холодная. Это чудо. И это чудо куда Бог употребил? Э, возрушающие ты дня созидающиеся один из креста. Все, что только было дано Богом для прославления Бога, пошло на поношение. А мы знаем закон. И закон говорит, что все виновны перед ним. Солом 62.12 говорит, да заградятся уста говорящих неправду. Вот сегодня, если это включить, да ведь власть его голоса ни одного не услышит. В первую очередь, патриарх должен замолкнуть. Президент. А они лгут, обманывают. Я-то ведь, говорю, сам так просчитывал, если объединение будет, ну, сомнительно, там ров, который ни туда, ни сюда не переходит. Но если все-таки, то там сильно хотят, чтобы предательство исчезло в церкви с сергианством. И из докуминизма выйти. Я думаю, тогда это у них как последняя карта козырная. Они ей ударят и скажут, мы выходим оттуда. А у тех больше козырей-то и нет, потому что уже царя канонизировали, а третья была условия. Но то, что они теперь будут говорить, да, мы были в расколе, мы теперь должны перед патриархией каяться. Знаете, в тяжком, тяжелом, обмороке. Я не мог этого подумать. Почему? А потому что они точно такие же. Им доказали, вы такие же предатели. Вы писали там благодарность Гитлеру. Вы тоже шли, ваши зарубежные участвовали в войсках. Боролись против русских здесь, но они-то за спряжение коммунистического режима-то. Они им сумели за это время доказать, что вы хуже нас. И вам кается надо. Вы хуже патриархии, хуже сергианцев. И я сегодня в защиту ни одного слова не могу сказать голубежных. Они показали. Отдельные люди остались там. Да эти-то отдельные ничем не отличаются. Я говорил, как в Америке пришлось мне быть в Лос-Анджелесе. Я каждый день спрашиваю хозяина, а когда мы пойдем на встречу с людьми? Он понять не может, что я говорю. У него большая семья. А теперь он митрополит. Это хозяин. И все-таки я добился. Привезли меня. Я говорю, не зовите молодежь. У русской молодежи. Чисто все говорят на русском языке. Интересуются парни и девушки. А чем они занимаются? Изучают русские народные песни. Эх, дубинушка, ух, и мы. Все поют как надо. Слово Божие совершенно не знают. Я со стариками попытался наводить конца. А они говорят, нет, они у нас, они не знают и не любят. Как? Совсем не любят. Так они не христиане, нет. Ходят в церковь, все. А позвольте побеседовать. Я начал беседовать. Им да, там, наработайте. Вот 10 часов, 11, 12 часов. Никто не уходит. Они раскрыли рты, раскрыли сердца и сидели. Старики все сидели и ни один не дремал. И никто с окна, ни один, и психи не упал. То есть им и никто не занимался. А они занимались только одно, как помочь в Сербии. Тогда тоже это у них сбор подписей. Для России послать надо что-то, уже поддержанная одежда. Некоторые хорошую. То есть люди очень добрые. На это доброта под законом оказывается мечта. Нет человека, делающего добро, и чтобы он не согрешал. Весь мир виновен перед Богом. И поэтому заградятся уста говорящих неправду. Везде. Солом, 106, 42. Праведники видят сие и радуются. А всякое нечестие заграждает уста. Если человек живет по заповеди Божьим, он радуется. Смотри, какой далее сейчас строй. Может говорить везде. А люди рвутся туда в несвободу. Даже то, что плохо сейчас, не платят. У нас регион такой меньше всего получает, даже по Сибири. Это все не на первом месте. Самое первое, что свобода слова. Можно проповедовать о Христе. Говорить в длинести. Этим компенсируется все. Абсолютно. Многие этого понять не могут. Почему рабы? Они родились в тюрьмах, в ГУЛАГе, в стране в этой. И у них вся психология рабов. Они смотрят только что, грешный человек сверху сказал, может говорить или нет. Человек свободен выбрать. И сказать, я люблю Господа. В любом месте, где бы ты ни был, имеешь право сегодня заявить. Можешь залезть и на крышу и кричать, я люблю Господа. Люди, покайтесь. Притча Соломона 10.6. Благословение наголое праведникам. А уста же беззаконных заградит насилие. Я поясняю, слово заградятся уста всех, когда закон говорит. Почему? А насилие, которое они творят? По закону попадает. Кто насилие творит? Муж в семье угнетает. Старшая дедовщина, школа. Все уста должны быть закрыты. Только праведник имеет право говорить. Начинает говорить, да ты навсегда посмотри, тебе ли еще говори. Вот и все. Это вот об этом Павел и говорит. Ему нужно было доказать, что виновны по закону все язычники данного и данного еврея. А они спорили там, кто у них главнее в этой общине. Кто главнее? Когда по закону Божьей жизни никто не живет. 1 Петра 2.15. Делая добро, чтобы мы заграждали уста невежества. Нам дается право заграждать уста. А чем? Знаниями большими, доказательствами. Нет, делая добро. Вот они что-то делают, и ты делай. Чтобы видно было, что это делает христианин. Делая добро. Это самое лучшее, чем ты можешь заградить уста поносящих нас. Вот она про нас, чтобы не говорили. А вы свое дело делаете. Это нам кажется только. Только нас поносят все. Это мы слышим. Наш епископ встретился с местным и хотел как бы наладить наши отношения. А местный епископ ответил, что вы, я их так высоко ценю. Я о них так хорошо отзываю. И Астам не допускает, что такое может быть. Как местный был митрополит. Он меня угнетал, на меня подал, чтобы меня там из тюрьмы не выпустили. Но когда до дела дошло, в алтаре прямо священник говорит, правильно, и мое имя назвал, говорит, вы не хотите даже хлеб отрабатывать. Кстати, где-то это зернышко все-таки сходит. Мы должны продолжать делать, нас не слушают. Будут давить, не важно, я делаю для Господа. Я на земле награды не должен ожидать. Послание к Титу 1.10 Каковым должно заграждать уста, а не возвращая целые домы, учащему не должно. Заграждать уста тому, кто учит, что не должно. А кто учит, чему не должно? Это простой вопрос. Апостол Павел говорит, епископ должен и повинять. Какие его качества? Муж одной жены. Условия, чтобы быть епископом. Ты найди мне сегодня одного епископа, чтобы муж одной жены. Бывшей, да? Там, может быть, и одна у него была. А тогда это было обычное. А сегодня постоянно вообще ни одного нет. Поэтому и семейные жизнь направить не могут. Они ее и не знают. Да по закону он и не должен рядом женщина и быть. Вот и все. Потому что они, говорят, развращают целые домы. А чем? Отдают власть женщине. Почему сегодня прямо бы не сказать? Дома ты надевала мужскую одежду и брюки, в храм не заходи. Как оскверните. Они не скажут этого. И я знаю, почему матушка, она так же переодевается. А во-вторых, если это правило включить, в храме никого не будет. Ио 9.2. А как оправдается человек перед Богом? Вот почему и заграждается уста. А мы говорим, мой грех взял на себя Господь Христос. Он умер за мои грехи. И я ему верил в путь мой. А для этого надо, сломившись перед Богом, не искать никакого оправдания. Виной он, виной он во всем. Умер, погиб. Я против тебя шел, прости, Господи. Перед Богом ни одного слова не надо. Я бы такой не был, чтобы не он. И обычно как? Адам сразу свалил вину на еру. Я бы никогда из рая не вышел, Господи, если ты не дал мне жену. А вообще-то Адам был прав. Он не просил у Бога жену. Ну, нехорошо было. Бог поспешил, как будто ему дарить. И Ева. И Ева тоже могла сказать, «Адам меня зачем потворил? Зачем меня враги? Это рай. А что мне с этой твари делать здесь? Ты меня, Дмит, облазил? Ты сам виноват, его допустил?» Почти нет. А возьми сейчас так. Что бы ни как. У тебя в доме теща, у тебя жена, дети. Все должны ходить по твоему слову. А у нас даже мужа никакой нет. Инициативу мужа могут перебивать. Делать его укору, упреки. И они этого не видят. Закон запрещает. Откажешь женщине голос. Училить жене не позволяю. Точка. Не власть над Божьим. Воспитательный знак. Быть безмозной. Три воспитательных знака. Все. И жизнь направилась бы. До кого сына живет у меня там кто? Неважно. Тебе благо молчать. Заграждается все уст. А мы разбираем, где заграждается. Ну и заграждать начинайтесь с себя. У нас большая часть это женщины, старушки. А ведь по-прежнему продолжаете учить. Да он неверующий. Да тем более не позорь себя. Помолись от Адишан. Видел тебя молящую и плащущую. Солом 142.2. Так что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Галатам 2.16. Человек оправдается не делами жакона. А только верой в Иисуса Христа. Ему веровали во Христа Иисуса. Только верою. А уже все остальное в церкви. Все это к этому идет. Проистекает из веры. Они так что с улицы соскочили. Вообще нас уже прочитали. Она на базар бежала так. С сумками нагруженные. И лезет к причастию. Это мне священник жаловался. Я не имею права ее не допустить. Я говорю, ты-то ее хотя бы знал. Да нет. Пришли к бабке. Узнали. Она ходит в церкви постоянно. И лечит, шепчет. А почему? А почему нет? Я имя Богородицы считаю. И батюшка у меня своих детей всех лечил. Она нашептывает, черпит ножом. Узелки завязывают. Я пошел к священнику. Он говорит, ни один ребенок, он никогда у нее не был. Это все неправда. Мы снова к ней. Она соврала. Поэтому, что говорят на священников, тоже верить не надо. Ты проверь. Постарайся несколько раз ходить. И с законом Божиим запрети. И скажи, запрещает Господь Бог. Во имя Туса Христа. Никакого волшебства. Экрансторики. Ничего не должно быть. У нас два врача. Священник болен, призови, помажем. Поликлинику запишись в очереди. А главное, не греши. Грех это последствия грехов. Если бы такие средства употребляли, не грешить. Какие употребляем, чтобы вылечиться? Даже и сразу бы изменилось. Все знаю. Температура сегодня изгонит. Не могу. Второе, третье воскресенье не могу. Здоровый, крепкий человек. Сегодня болел одно воскресенье я. А завтра заболел ребенок. Ты сегодня еще девочкой играешь, она болеет. А завтра ее пренебрегать будут парни. За то, что она больная. Какая она больная-то? Вчера бегала, сегодня бегает. И в церкви идут, он же на его суперик катается. А в церкви не был. Он не мог дождаться, когда служба окончится. Не потворствуйте этому. Закон запрещают. Салон 72, 15. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я вину, он был перед родом сынов твоих. То есть буду жить, как все люди живут. А почему я не должен хорошо жить, в доставке? Если бы я рассуждал так, виновен ты всеми, праведниками, какие уже умерли. Меня раз обвинил Авраам, Исаак, Иаков, Давид, которые перед Богом ходили. Не за богатство держались. Ио 43. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, говорит Господь, обвинить меня, чтобы оправдать себя. Даже на исповедь, когда люди приходят, священники жалуются. Он не жалуется, не говорит на грехе, и что он соблазнил, кого, поведением, дома, как, а приходит и докладывает, кто ему мешает, как его доводят. Исповедь не своя, чужая. Исайя 43.9. Пусть все народы соберутся вместе, и оправдаются, говорит Господь. Ни один не выйдет невиновным. И с этим надо согласиться. Лука 10.29. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На все есть вопросы. Сегодня, если по закону Божию поставить, то православные, как таковые, никакие. Почему? Закона Божия нет. Я говорил уже не раз пастырем, вы начинаете исповедовать не потому, что она не ела журавля, или ела, а потому, что она является ли христианкой в подлинном смысле, ежедневно считает ли Слово Божие, несет ли Слово Божие людям. Живет ли по Евангелию? Хотя бы до уровня иеговиста, дорастите. Лука 18.14. Сказываю вам, что сей пошел оправданно оправданно в дом свой более. Когда? И почему он пошел? А потому, что у него обвинения не было ни против кого. А этот обвинял и слишком многое потерял. То есть у нас сегодня специальные курсы готовят, как бороться с сектантами, с херетиками. А курсов таких нет, как получить свои виды. Вот нет, у них где таких курсов. А сказали бы так. Смотри, сколько они Евангелия напечатали. Я сегодня вам буду раздавать. Вы молитесь за тех, кто печатал. А то протестанты, бахтисты. Как мы должны быть благодарными, что нам Господь дает их расположение, чтобы Бога слабили. А сколько доброго у всех. Какая пламенная вера, как они любят друг друга. Об этом тоже надо помолиться. Господи, а как мы у Судеба в Божьем предстанем? Они имели истинную веру, имели священство, ходили на искру, а вели себя так, как будто бы беспризорники были. Наши уставы будут заграждены на всякое злословие и открыты на славословие. Аминь.